подключить добрый вечер девочки и мальчики мы с вами пришли читать на иврите по вторникам сегодня у нас ем шлиши мы читаем учебник а коль хадаш книга гимы это учебник школьного ульпана он заканчивается у нас на этой теме которая сейчас есть путешествие в иерусалим по окончании этого учебника мы будем читать так сказать читаем после букваря как бы скажем есть такой очень хороший тоже комплект учебников для учебного чтения после окончания ульпана и мы это эти три книги будем тоже постепенно читать и осваивать с ними и грамматику и набирать словарный запас что еще важнее для вас потому что грамматику вы понимаете интуитивно на занятии а словарный запас это то что должно вас держать как спасательный круг на воде при том что вы еще только учитесь плавать я вас предупреждаю что наше занятие записывается так как у нас есть участники которые пришли первый раз наше занятие записывается на видеоролик и видеоролик будет опубликовано в youtube канале школы свободных наук и каждый кто желает может посмотреть этот ролик если вы остаетесь с нами читать вы согласие даете чтобы вас тоже там видели если вы будете читать то у нас настроена тот кто читает того видно в маленьком маленьком окошечке сбоку так у нас еще заходит марк он номер 9 я его записываю и скажу ника ника ты номер восемь марк номер 9 итак я показываю вам наш план сегодня чтобы мы с вами были в курсе и вы могли понимать какая у нас будет программа кроме того все кто заинтересован повторять или заинтересован посмотреть предыдущие наши ролики есть у нас плейлист на канале школы свободных наук плейлист читаем на иврите в этом плейлисте больше двухсот пятидесяти роликов таких же вот занятий как сегодня будет у нас но что-то аналогично с чтением всевозможных художественных и учебных книг на иврите сегодня мы с вами встречаемся двадцать третий раз по чтению учебника а коль хадаш соню мы записываем номер десять запустите и и пожалуйста не потом не отвлекаться мы читаем учебник на страницах на 103 108 если у вас этот учебник есть вы можете потом по разборам которые мы здесь делаем делать там домашнее задание но это я не проверяю вы хотите делайте учитесь я вам стараюсь объяснить ваше дело учить если хотите учиться это учить себя итак мы с вами смотрели несколько и читали тексты и смотрели некоторые картинки фотографии старых войнового иерусалима и для этих текстов есть упражнения вместе с эстер мы сейчас разберем это упражнение а делать его могут те кто хотят в домашних условиях пожалуйста эстер хорошо останавливаемся на этом это грамматика нашего занятия сегодняшнего нету не всего а именно вот этой части у нас есть несколько слов которые переводятся как это этот эти вот есть пример маком азе шхуна азот в а нашим аэли женский род мужской род нам разочало мужской род потом женский род и множественное число сейчас как правило почему-то все используют только для множественного числа только мужской вариант этого слова в упражнении нам говорят китву то есть напишите слово китка лихтов это глагол в данном случае он в форме цивой то есть повелительное наклонение вам дают распоряжение напишите что вам нужно написать там где есть свободные места нужно выбрать что подходит по значению азот то есть этот а азе извините азе этот азот это в а или эти вы должны вставить их эти слова ориентируясь на слово к которому относится это дополнительное слово тмуна женский род азот байт батим множественное число а или гаг мужской род существительное азе и так все предложения которые нужно дополнить они аналогичным образом построены теперь пожалуйста так как эстер ты мало очень читала я думаю тебе будет приятно почитать еще немножко пожалуйста что нам нужно дальше сделать скажи пожалуйста эстер уже запомнили мы что это обозначает слово а ацми я сама ацмех ты сама эстер а ацмехем вы сами ученики напишите о себе напишите о себе аль ацмехем хэм это окончание местоимения а тем и так нужно написать и что именно написать пожалуйста прочитать здесь ай шоу шели шели мальчик ури который нам рассказывает всегда про себя что то он теперь нам расскажет о своем и шоу и шоу это какое-то место где он живет небольшой поселок и так пожалуйста артур прочитаем с тобой задание что нужно сделать то есть у нас на предыдущей страничке был рассказ как ури рассказывал о своем ешуве о своем маленьком поселке и нам нужно взять слова и написать предложение и вы можете о своем месте жительстве также написать там где от шеатем гаримбо в каком населенном пункте вы живете и пожалуйста валентина прочитать что еще там нам надо сделать одну минуточку мы еще вернемся с тобой валентин на слово которое надо еще раз перечитать пожалуйста баяхид первый раз ты написала баяхат это баяхат это вместе мы с тобой например да или кто-то с кем-то вместе а здесь если предлог закрыть то получается яхид а здесь рабим яхид это единственное число а рабим это множественное число то есть любые части речи можно поставить в разные числа множественное или единственное число и нам предлагают использовать пример ури для этого мы посмотрите имеем на пример криш хадаш шхуна хадаша батим хадашим хануют хадашот то есть это также изменение как глагола мы знаем что изменяется мужской и женский род и единственное множественное число так и существительные могут иметь окончание множественного числа и предлоги прилагательные которые с ними пишутся вместе согласуются по роду и число если существительное квиш то есть шоссе в единственном числе мужской род то прилагательное хадаш если ханут один магазин хануют много магазинов и много новых магазинов хануют хадашот пожалуйста прочитать что ури рассказывает про свою шхуну или про свой ишов как он сказал пожалуйста шхуна шели есть ган хадаш шхуна шели есть к вишим рэхавим рэхавим рахов рахав это широкие рэхавим широкие широкие к вишим смотрите слово квиш хадаш квишим хадашим или рэхавим и это рассказ ори вы можете о своих местах проживания также написать такие примеры рассказывая о тем где там где вы живете вот нам даны вот эти примеры которые в сакийот сакит 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 и нам надо из них сделать предложение пожалуйста Андрей прочитай если ты решил что можешь с нами читать что написано на вот строчки где показываю башкуна шели есть ган хадаш дальше башкуна шели есть к вишим рэхавим рэхавим только что мы там читали это это его пример как нужно сделать упражнение которое идет следом то есть мы читаем все что есть в этих квадратиках и соединяем их с глаголом еш глагол еш это глагол лихьот быть а настоящее время еш сейчас есть пожалуйста Андрей прочитай первый столбик какие тут есть начало предложений пожалуйста это бе ешуф шели бе шхуна шели бе кфар шели бе кибуть шели бе ир шели бе мошав шели бе можно тут добавить что-то еще то что может быть не вошло в этот так очень хорошо и это начало предложения после того что где про что вы начинаете рассказывать вы соединяете глаголом еш и говорите что там есть вероника нет подождите кто у нас валентина я сказала правильно ли я запомнила имя меня почему-то не видно так вероника правильно я читаю да ага извини пожалуйста просто у меня еще пока я с тобой не знакома прочитаем с тобой что же продолжением может быть этого предложения мы напишем это начало потом поставим еш что же есть во всех этих местах проживания замечательно что у нас есть люди которые могут читать без огласовок и таким образом мы дальше не будем пока время на это тратить нам у нас сегодня нужно тексты хорошие читать это все что относится к прошлому занятию которое мы с вами ну чуть-чуть эту тему не закончили вероника пожалуйста что ты хочешь сказать у меня еще просто такой вот матнас матнас это это рашейтеевот называется то есть сокращение из каждого слова длинной фразы это макома торбут ноар вэспорт и от каждого слова взято по одной букве и они вот таким образом соединяются мы никого сейчас не запускаем потому что наше занятие уже 17 минут идет а мы напускаем только первые пять десять минут и то больше и нет и так посмотри словом от нас это как бы культурный центр если это переводить но там есть спортивные занятия там есть учебные всевозможные занятия для школьников и подготовка к школе и всякие языки и все это и там есть библиотеки там есть кружки которые гимнастика и все такое то есть это матнас это каждый каждая шхуна имеет свой центр культурно-спортивный а слово состоит из первых букв целом целой целого предложения да мерказ торбут ноар спорт все это берется только первой буквы составляется новое слово ответила я на твой вопрос вероника да спасибо хорошо как однажды я видела в солдатском сериале девушка офицер к цена она всегда объясняла потом спрашивала а эти брура да барур это понятно была ли я достаточно понятно чтобы объяснить вам то что вы хотели услышать итак сегодняшний первый наш текст илья пожалуйста мы с тобой читаем название и словарные словарную работу к этому тексту олим ла жегель ле ярушалаем ле ле ярушалаем когда мы ле 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 направление он будет озвучен и ле ле ярушалаем ну такая грамматика это запомнить ярушалаем очень легко Олим, ля лот, подниматься, мы поднимаемся, олим, ля регель, ли Иерусалим, регель это нога, мы идем пешком в Иерусалим, то есть топаем ногами и поднимаемся в Иерусалим. Иерусалим расположен на горах, холмах и это физическое и моральное тоже поднятие, потому что считается, что в Иерусалим надо подняться не только механически, но еще и душевно и как раньше было, что поднимались только пешком. Пожалуйста, слова, Илья. Хелек это часть, хорав это меч, ляхгог праздновать, бейтмикдаш это когда-тошний храм, который был построен в Иерусалиме, ам это народ. Итак, Ника, пожалуйста, мы с тобой начинаем, спасибо, Илья, все хорошо прочитано, мы с Никой начинаем читать текст. Первое предложение, Ника, пожалуйста. Нету, нету, нету здесь, посмотри, Ярушалим. Ам, посмотри, какая тут огласовка, черточка, правда? Да, черточка, она дает нам звук А, Ам, Исраэль. Хорошо, Ника, спасибо. Это принципиальная ошибка, которую запустила Ника, ну не потому, что у нее нет знаний, просто она еще не умеет, не имеет опыта чтения. Все города и все страны в иврите, они слова женского рода. После слова Ярушалим не может быть местоимения У. У это он, а Ярушалим она, потому что все города женского рода. Итак, Ярушалим Ир, Хашува, слово Хашув будет в мужском роде, а тут стоит Хашува важная, Бе, Йотер. Это слово сочетание Хашува, Бе, Йотер обозначает самое главное, самое важное для народа Израиля. Ам, Исраэль, это народ Израиля. Для народа Израиля город Иерусалим самый-самый важный, который только можно себе придумать. Итак, Ника, спасибо. Марк, пожалуйста, ты читаешь следующее предложение? Не забудь открыть микрофон, Марк. Марк меня не слышит, или слышит, я не знаю. Пожалуйста, Соня. А, Марк, ты тут? Так, Соня, ты следующая. Марк, пожалуйста, читай. Байт Амикдаш. Ая Бирушалаем Иудим Миколь Арц. Айю. Правильно, да, айю. Байт Амикдаш в Иерушалаем шалош памим башана. Башана, точка, замечательная. Итак, шалош памим башана, три раза в год. Иудим, то есть евреи. Миколь Аарец из всей территории Эрец-Израэль, нашего государства. Айю Олим поднимались. Ля Регель пешком. Ле Байт Амикдаш. Они шли в храм. Байт Миграш, Микдаш Аяба Иерушалаем. Этот храм был в Иерусалиме. Какие есть слова или какие есть вопросы по этому предложению? Мне кажется, что тут очень много нам знакомых слов и трудностей не было. Сейчас читает Соня, потом следующая Эстер. Пожалуйста, Соня, читай со слова Эмма. Эм, ха, ге, гу, шам, эт, хаг, а, су, кот, эт, хаг, а, песах, ве, эт, хаг, а, шаву, от. Шаву, от. Замечательно, Соня. Спасибо, ты дочитала до точки. Все очень правильно, абсолютно прочитано. Итак, шалош паамим башана. Что это такое? Это хаг, песок, хаг, шаву, от, ве, хаг, су, кот. Три праздника, во время которых поднимались пешком в Иерусалим. Итак, зачем поднимались? Хэм, ха, ге, гу, шам, эт, а, хагим. То есть евреи. Почему они шли в Иерусалим три раза в год пешком? Потому что они праздновали там. Слово хаг – это праздник. А лахгог – праздновать. Праздновали три самых главных праздника в году. И поэтому три раза в неделю каждый верующий поднимался пешком в Иерусалим. Где бы он ни жил, перед входом в Иерусалим он начинал идти пешком. Эстер читает следующее предложение, а потом Артур. Слушаю вас. Слушаю, что я в этом виноват. Извините, у кого-то включен. Тихо, тихо, подождите минуточку. У кого включен микрофон, и мы слышим разговоры. Уэстер был включен. Уэстер. Да, включен. У меня родители разговаривали, я хотела уже начать идти, а они начали разговаривать. Я тебя понимаю, Эстер, бывает такое. Мы не будем обращать пока на это внимание. Пожалуйста, читай со слова, где мы остановились. Бейт-Мигдаш. Бейт-Мигдаш. Бейт-Мигдаш хараф לפני арбе шанин. Рак хелек меа хома, шелон нишаар, веу, а котель амаради. Ага, хараф это разрушен. Бейт-Мигдаш, то есть храм, был разрушен лифней арбе шанин. Много лет назад был разрушен храм. Рак хелек меа хома, только часть одной стены, шелон, шелон, бейт-Мигдаш, нишаар, хелек нишаар, веу, а котель амарави. То, что мы знаем, как стена плача на еврике называется котель амарави. На прошлом занятии мы с вами поняли, что такое амарави. И амарав это запад, на том месте, где начинается эрев. И это запад. То есть западная стена, окружавшая храм, она только осталась в целости за много-много веков. Так и стоит полностью, как когда-то была построена. Все остальное было разрушено. Пожалуйста, Артур, ты читаешь следующее предложение? Айом ха-йудим меколь... Айом ха-йудим просто блеа. Айом ха-йудим. Ха-йудим меколь арц, ве меколь ау-лам, ба-им ле-ерушалайм, а ле-котель амарави. Хорошо. Итак, нам, мы говорили, что три раза в год пешком поднимались в бейтмикдаш, в храм. Но так как храм разрушен, и от него осталась только одна стена, поэтому айом, зэ ая, мизман-мизман, ше алю ле бейтмикдаш, ахшав бейтмикдаш ле-кайям, ве еш рак-котель амарави. Ве айом сегодня, сейчас, в смысле, иудима, меколь ау-ляма, ва меколя арец, ба-им ле-ерушалайм прибывают в Ярусалим, эль котель амарави. К самому святому месту, который, как считается, ближе всего к Всевышнему. И это для религиозных людей важно, но я думаю, что и нерелигиозные люди тоже совершают такие паломничества, приходят в Ярусалим и к стене плача в любое время, когда им нужно, и они это делают. Итак, Валентина, Артур, спасибо. Мы с тобой читаем, что за задание дают в учебнике. Если мы хотим его выполнить, вы будете знать, что надо делать. Пожалуйста, читай задание здесь сначала, али тему. Валентина, у нас тут обращение всегда к нам, к вам, к тем, кто сейчас читает. Пожалуйста, следующее еще тут почитай, Валентина. Минуточку, посмотрите. Кэта – это какая-то часть текста. Иногда кэта – это абзац, то есть от начала до конца какая-то часть текста, имеющая определенный тему и смысл. А здесь нам говорят, что вот у нас есть часть текста, в котором хосерот, милим. Слово мила женского рода, множественное число. Милим – слова хосерот, недостающие. Но окончание от, мы знаем, что это женский род. Пожалуйста, что надо сделать? Китву. Замечательно. Итак, когда мы будем выбирать слова, которые нам нужны, мы должны ориентироваться. То есть вот этот текст, который мы только что прочитали, его надо взять за основу и в соответствии с ним давать ответы. У нас есть отцар, милим. Тут посмотрите слова, которые можно брать и вставлять в пропуски. Пожалуйста, Валентина, прочитаем вместе. Здесь мы не будем говорить ха-котель, ладно? Потому что здесь у нас буква «эй». Она немножко по-другому произносится. И если мы еще не умеем ее говорить, то просто говорим «а». А-котель, а-ма-рави. Ни ха, ни га мы тут не говорим. Итак, у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть слов, шесть предложений, в которые нужно поставить эти слова. Я думаю, если вы будете смотреть на текст и будете вставлять эти слова, вы легко найдете, что нужно поставить. А мы с вами читаем следующий текст, который запланирован в книге. Матвей, пожалуйста, читай название. Матвей, ты можешь включить микрофон. Скажи, пожалуйста, Матвей, подожди минуточку, мы еще с тобой сперва прочитаем слова. Слово «гдоля», «гдоля», «аэвен», «агдоля». Почему «гдоля»? Потому что... Слово «эвен» какого рода? Женского. Женского. А похоже оно на слово женского рода, если ты посмотришь просто так, без того, что рядом с ней. «Эвен», будто бы нет признаков женского рода, правда? Нет буквы «там» на конце и нет звука «ас» на конце. И тем не менее, слово «эвен» женского рода. Почему я обращаю ваше внимание на это? Вот это, может быть, вам поможет запомнить. Вы можете говорить «эвенгдоля». И так запоминать, что надо будет к слову «эвен» подбирать все, ставить в согласование с его женским родом. Почитаем с тобой слова и посмотри, какое тут задание у нас есть. Тоже прочитай, пожалуйста. «Киру мин айтон». «Киру мин айтон». То есть, посмотрите, видите, тут вот такие вот как бы обрывышки такие. Это кусочек газеты. Нам оторвали и сюда ее сфотографировали. И нам говорят «Киру мин из айтон», из газеты. Что мы можем тут будем читать? Пожалуйста, когда мы читаем выбранные слова, мы понимаем тему, которую нам будут сейчас давать в этой газете. Пожалуйста. Археолог, хапфирот, шокель, орех, гава, лехазек, леарим, квад. Кавбед, тяжелый, леарим, поднимать, лехазек, это или усиливать, или что-то держать. Гова – это высота, орех – это длина, шокель – это вес, сколько весит, или взвешивать глагол. Хафирот – это раскопки, когда копают и находят что-то. А кто копает? Археолог. Ну, это единственное число, а множественное им. Итак, пожалуйста, Андрей, спасибо, Матвей, мы с тобой почитали немножко. Андрей читает предложение. Археологи. Гилю, бэ, хафирот, эд, ха, орех, шула. Не-не-не, подожди-ка, видишь, тут газета – это два столбика. Ага. Эд, а. А, вот так вот. Эд, ага, эд, гадоль, бэ, ютер. Гдоля, вы видите, гдоля, мы только что разбирали. Да, почему эд, гдоля? Ты слышал, Андрей? Или ты можешь мне сам объяснить, почему после эвен написано гдоля? Ну, потому что эвен – женский род. Женский род, замечательно. И дальше? Бэйютер, ба, котель, шула, бакотель, ха, ма, арави. Ма, арави. Я, конечно, понимаю, что тут не очень четко видно две колонки, но нам сказали баитон. Помнишь? Почему я хочу, чтобы мы с вами вокруг тоже почитали? Потому что это нам подсказывает, как нужно читать. И если так издалека посмотреть, то явно видно, что вот это начальные слова с каждой строчки. Правда? Вот здесь начинаются строчки, а здесь они как бы заканчиваются, но не очень было видно. Ну, мы с тобой разобрались. Археологим Гилю открыли или обнаружили ба-ха-фирот во время раскопок эд-а-эвена гдоля. Что они обнаружили, Андрей? Камень большой. Байотер. Гдоля-байотер. Нет, еще больше. Самый большой. Да? Самый большой камень. Больше нету. Тот, который... Гадоль-байотер, это самый большой. Где они его обнаружили? В Акотель-Ама-Рави. Да? В стене плача, который на русском языке так называется, название ему. А это в западной стене. Так, хорошо. Хочешь еще одно предложение прочитать, Андрей? Да. Пожалуйста. И продолжение. И продолжение. Никуда. И так нам сказали, что эвен гдоля-байотер. И потом нам говорят, эвен азот. Помните, у нас начиналась первая страничка, и там было упражнение. Зе, зот, эле. Да? Это, этот и эти. И в этом случае слово эвен женского рода требует зот. Этот камень шокелет. Что он делает тут? Шокель. Весит 570 тонн. И орех шела. Ее длина 13,6. В гова. Высота. Ее 3,5 метра. 3,5 метра. И везде у нас есть шела, шела, то есть ее. И шокелет. Она весит. Хорошо. Вероника, пожалуйста, ты читаешь следующее предложение. Баткуфа шел ордос. Саму, это эвен азот, кедэль хазэк это котель. Да, видите, или хазэк, да, усилить, или, например, держать. Иль так, баткуфа шел ордос. Кто это ордос? Это какой-то правитель. Это его имя. Во время, в период властвования вот этого ордоса шмо эт аэвен азот к дэй, ой, вернее, шмо, саму, я бегом тоже впереди, саму, то есть положили, поставили, как-то разместили. Эт аэвен азот к дэйле хазэк это котель, чтобы укрепить стену, которая была на западе. То есть эта стена, она была просто ограждение вокруг храма. И его, это ограждение укрепили большущим камнем, который 13 метров длина и 3,5 метра высота. И вес его был 570 тонн. Как его несли, как его везли и что с ним еще делали, мы даже себе представить не можем. Итак, теперь, пожалуйста, Илья, мы с тобой прочитаем, что тут нам Ури предлагает. Вот, прочитай, где я показываю. Чуть погромче можно, пожалуйста, Илья? Сапру аль ацмехэм. Я надеюсь, что вы запомнили. Аль ацмехэм, это надо рассказать о самих себя. Аль ацми, если я буду рассказывать, то я буду рассказывать о себе. Аль ацми, а нас просят, ко всем обращаясь, расскажите о себе. Что нужно рассказать? Здесь читай. Дальше. Дальше. Это тренировочное упражнение на то, чтобы использовать те слова и цифры, которые нам только что приводили. Какой длины моя кровать? То есть, ну, как бы сказать так, если я, например, метр пятьдесят ростом, то моя кровать, конечно, будет чуть больше меня. И это будет тоже орех, длина моей кровати. Ну, это нам не очень интересно. Но если вы хотите, то можно об этом рассказывать. А мы прочитаем вместе с Никой. Начнем читать, что Ури рассказывает о себе. Ника, не забудь включить микрофон, пожалуйста. Ка-чё-чёр а-ин-у а-ли-я-т-а-ко-тель. Точка, ты дочитала до конца. Спасибо, Ника. Прочитано всё правильно. Здесь посмотрите, все глаголы стоят во множественном числе, но два глагола аину, вераину, это прошедшее время про нас. Мы были, мы видели. А что мы видели? Анашим Митпалелим, молящихся людей. Митпалелим, литпалель, это молиться. И в данном случае людей, которые молились, молящихся людей, возле стены плача всегда большая толпа народу, которые пришли сюда как на самое святое место, и они там молятся. Марк, пожалуйста, включай микрофон и читай следующее предложение. После Марка Соня. Соня, проснипайся и тоже смотри внимательно на текст. Точка, хорошо, остановись, Марк. Раити. Тут он рассказывает. Аину, вераину. Мы были и видели. А теперь он говорит. Раити, я видел. Что он видел? Шетаяр, то есть турист. Эхад. Один турист сам положил петек, записочку. Бейн, а аваним шелькотен. Между камнями западной стены один из туристов положил записочку. Итак, Соня, пожалуйста, ты читаешь следующее предложение. Улай, может быть, говорит Ури, гам они, я тоже, что сделаю? Будущее время. Он еще не сделал, он не делает сейчас. Сделаю они. Асим, я положу петек, записочку им бакаша. Как правило, в этих записочках есть какие-то просьбы к Всевышнему, которому считается, что там самое-самое ближайшее место на земле, чтобы ему сразу передать свою просьбу. Итак, сегодня мы начинаем читать текст, большой текст, у которого будет какое-то интересное одно задание. И мы сейчас, Стер, прочитаем. Пожалуйста, начинайте. Так, и вот это. Не надо торопиться и надо читать четко. Все правильно прочитано. Стер прочитал все слова. Мы немножко сейчас акценты только немножко поменяем. Мы видим название Агада. Агада – это какая-то притча, сказка, рассказана. Помните, мы читали? Улай еш, улай ая, улай лё, улай зынахон, улай люнахон, воль зээмет, вэлёэмет. То есть Агада – это что-то такое, что было когда-то и рассказывают друг другу. И у этой Агады нет названия. То есть Хасэр, Шэм, Шэль, Аагада. Хасэр – это чего-то не хватает. Помните, когда нам говорили, что добавить слова, которые не хватают? Мелим Хасэрот было. А теперь Шэм, Шэль, Агада, Хасэр. Нету здесь названия. Хишву, Альшэм, Матим. Подумайте о том, какое название сюда подходит. Ка-шэр-ти-кре-у, потому что когда мы читаем слово лекро, у нас есть буква алиф, которая не произносится, и поэтому мы делаем небольшую остановку. Ти-к-ре-у, как бы твёрдый знак здесь. Эт-а-гада. После того, как Ка-шэр-ти-кре-у, после того, как вы прочитаете эту сказку, и тогда вы сможете написать название. Итак, сейчас мы читаем с вами слова. Пожалуйста, Артур. Артур, пожалуйста, слова. Просто тут экранчики, поэтому... Я понимаю, ты подвигай, у тебя в телефоне, я понимаю трудности, мы ждём тебя, поэтому, пожалуйста. Левно-к... Левно-ты, да, левно-т, это строить. Ликро-ле. Ликро-ле, это что-то называть или кого-то звать, если ле, а если эд, то ликро-эд-цефер, то есть ликро тогда в этом случае читать. А если есть предлог ле, то это называть или звать, то есть кор-им-ли, меня зовут, и потом имя. И дальше, пожалуйста. Лехалек. Лехалек, это раздавать или разделять что-то. Ашир. Ашир, богатый. Они. Они, бедный. Если будет буква алиф, они, это я, а если буква айн, так же само звучит они, это бедный. Но люди, которые выходцы из восточных стран, они букву айн могут говорить, и у них мы быстрее поймём, или это они я, или они бедный. Пожалуйста. Эвед. Это раб. Тот человек, который работает на кого-то и своей воли не имеет. Дальше. Бимком. Бимком. Это вместо чего-то. Леварех. Леварех, это благословлять. Барух, нам говорят. Баруха та адонай. Благословение. Дальше. Мельхама. Мельхама. Мы знаем уже без перевода, к сожалению, уже 117 дней, или уже 118. Мельхама. Лешалем. Лешалем. Это или оплачивать, или дополнять что-то, делать целостным. Итак, у нас есть ещё 10 минут, мы начинаем читать. Пожалуйста, Валентина, ты читаешь со слова Кашер. Вот здесь ты читаешь слово. После слова Мельх. Молодец. Замечательно. Правильно. Нет, я читаю каждую буковку. Ит. Итхиль. Итхиль. Левна. Этбайт. Амикдаш. Этбайт. Амикдаш. Замечательно. Правильно всё. Итак, Кашер Мелех Шломо. Когда царь Соломон в русской транскрипции Шин-Син не все умеют читать. У нас этого царя зовут Шломо. А если по-русски переводить, то это будет царь Соломон. Царь Соломон, он миротворец, и ему было доровано построить храм. Итак, Кашер Мелех Шломо. Царь Соломон. Итхиль. Левнот. Этбайт. Амикдаш. Когда он начал строить храм. Посмотрите, сколько здесь написано слов. Байт. Амикдаш. Итхиль. Левнот. Начал строить храм. У. Кара. Леколь. Ам. Он призвал. Лекро. Вот как тут. Вот смотрите. Лекроле. Или назвать. Или кричать. Звать. У. Кара. Этколь. Ам. Он позвал весь народ. Ля. Зор. Левнот. Этбайт. Амикдаш. Помочь ему строить байт. Амикдаш. Матвей, пожалуйста, ты читаешь следующее. Вот со слова. У. У. Амикдаш. Это буквально, это буквально. Аширим. Нат. Нат. Ла. Эм. К. В. А. Вадим. Бану. Бимкомам. Бану только. Хорошо. Итак, Матвей прочитал маленький кусочек. Маленькую. Эту. То есть такое какое-то два или три предложения, когда нам рассказали целую историю в этом предложении. Царь Шлома у Кара, он позвал весь народ. И когда народ пришел, ухилек эт авода, он разделил работу бэйн коль анашим баам, между всеми людьми своего народа. Аширим. Богачи Раумият увидели сразу, ше авода кашала. Хэм. Что эта работа для них тяжела. И они перестали, они не захотели ее делать сами. Хэм и Виу, они привезли или привели, а Вадим, своих рабов, мэрцотах и род, из разных других стран. То есть тогда были такие нравы, что захватывали страну, людей брали в рабство и продавали. И эти все люди были из разных стран. И у этих богачей, которые жили в Ярушалае, у них были рабы из разных стран. И вместо себя они не стали сами строить, они привели рабов. дали им деньги и даже неправильно. Это сейчас мы деньги называем кэсов. А вообще-то кэсов это серебро, а заав это золото. Итак, богатые люди привели своих рабов или своих работников и дали им серебро и золото. Вэ, а, вадим, бану, бим, комам. И эти рабы или их работники строили вместо них. Итак, мы дочитали вот до этой точки. И наше время, в принципе, заканчивается. Поэтому мы должны остановиться. Но этот текст мы дочитаем на следующем уроке, который будет в пятницу. В 15 часов, то есть в 3 часа дня, в пятницу, в 3 часа будет продолжение. И мы дочитаем с вами эту Агаду и найдем какое-нибудь ей имя. Если сумеем придумать его и понять, какое имя должно быть, какое название должно быть у этого рассказа. Ну и также все, что будет связано с другими заданиями, со словарными словами. А можно вопрос? Да, пожалуйста. В 3 часа по какому времени? Израильскому? Израильскому. Хорошо. Да. В расписании это будет 4 часа, потому что в Москве на час позже. У нас зимнее время. А в Москве не переводят. А в расписании время по Москве. Но вы знаете... Вы живете в Москве? В 33 часа. Ой, в Израиле? Вы живете в Израиле? Я да. Я тоже. Мы все живем в Израиле. Да, очень хорошо. И мы знаем, что сейчас трудно, но мы стараемся учиться. Приходите, ребята и девочки, которые первый раз, мы будем с тобой знакомиться и дружить. До свидания. Спасибо. До свидания. После завтра сказку. Сказку будем читать. Вам она понравилась, как я поняла. Будем читать дальше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok